Площадь у Адлерского дома культуры сегодня окрасилась в цвета флага Дружественной Республики. Здесь открылась белорусская ярмарка. По Краснодарскому краю производители из соседнего государства путешествуют регулярно. В Сочи приехали впервые. На стендах все, чем славятся производители из Белоруссии. Мы вот в последнее время говорим о том, что белорусская продукция является очень хорошей альтернативой китайским товарам. Потому что качество у нас осталось действительно такое же, как было раньше у нас в Советском Союзе. Все делается у нас по ГОСТу. Все добавочки, если есть, они все натуральные. Все проверяется, все досконально в лабораториях. Качество у нас в продукции очень хорошее. Белорусская ярмарка – это и продукты питания, и косметика, и одежда. Из угощений сладкая халва, мед разных сортов, конфитюры свежих ягод, мясная и молочная продукция и чай. Десятки ароматов – черный, зеленый, с разными добавками – имбирь, изюм, календула. Здесь же натуральная косметика, без вредных добавок. Большой популярностью пользуются на ярмарке и обувь – качественная и легкая. И одежда из ткани, которыми славится Белоруссия. Платья, брюки и футболки на любой вкус и размер. И, конечно, белорусский лен – визитная карточка республики. Льняными тканями Белоруссия славится издавна. На выставке в Адлере – полотенце, постельное белье, ткань. 100% качества и ноль синтетики. Он экологически чистый. Он всегда славился, даже в древности, когда вот раньше его руками собирают. Потому что он тепло ручное сохраняет, просто дышит. Как тело человека дышит, так и продукция наша дышит и экологически чистая. Белорусская ярмарка будет работать в Сочи до 17 июня. В программе не только продажа качественных товаров, но и выступления творческих коллективов. Ярмарка работает на площади у Адлерского дома культуры с 9 утра до 7 вечера. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.